Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «Неделя города» вспомним о важных темах последних дней мая. Смотрите в выпуске. До лета осталось всего несколько дней. Надзорные ведомства проверили безопасность рязанских водоемов. Олеся Котровская знает, где купаться можно. На страже порядка. Пограничники отмечают свой профессиональный праздник. О том, как это было в Рязани, материал Валерия Судова. Время летней жары традиционно опасное и сложное для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Проверить жизненно важные показатели теперь можно не только в больнице, но и в городском парке. Подробности акции чуть позднее в нашем сюжете. Считанные дни остаются до открытия купального сезона в Рязанском районе. По традиции он стартует 1 июня. В преддверии его открытия специальная комиссия проверяет городские пляжи и места отдыха. Ореховое озеро, которое проверяют специалисты, первое в списке. Перед открытием сезона водолазы уже обследовали здесь дно. Места безопасного купания обозначены буйками. Есть здесь и спасательные посты, и медицинские. Это обязательное условие безопасности на пляже. Еще одно важное условие – качество воды. Роспотребнадзор изучает его регулярно. Если по каким-то параметрам пробы не будут соответствовать нормам, пляж могут временно закрыть. Анализ воды произведен здесь. Анализ грунта сделан. Все пробы удовлетворительные. То есть у нас исследуется по мониторингу на наличие возбудителя ковида в различных объектах окружающей среды. В настоящее время сейчас проведено 20 исследований на наличие ковид в поверхностных водах, в зонах рекреации, которые планируются к открытию еще. И пока эти все исследования отрицательные. Инспекторы проверяют наличие информационных табличек и стендов, смотрят, соответствует ли количество раздевалок и другого оборудования нормативом. Сейчас проверки идут на четырех пляжах в Рязани. Пляжи в поселке Солочи, городские, на реке Солочи в этом году, к сожалению, нет возможности вести эксплуатацию по причине того, что Министерство природопользования, этот долгожданный проект, реализует проект по расчистке реки Солочи. Будут работать землеустроительные снаряды, они будут работать сразу в нескольких точках. Создание условий для безопасного отдыха жителей не представляется возможным. Помимо пляжа на Ореховом озере, после проверки планируется открытие еще трех пляжей на первом, втором и третьем Барковском карьерах. Сейчас расстановка оборудования соответствует методическим рекомендациям по борьбе с коронавирусной инфекцией. Количество оборудования, которое предназначено для сбора коммунальных отходов, жидких бытовых отходов, то есть туалетные кабины, удовлетворяет требованиям СанПИН. Кстати, СанПИН новая по содержанию территории. Количество раздевалок тоже удовлетворяет. В общем-то, расстановка их тоже позволяет соблюдать противоковидные мероприятия. В настоящее время на пляжах и зонах отдыха проходит последнее приготовление. Официально пляжный сезон откроют 1 июня. До этого момента специалисты рекомендуют воздержаться от купания. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 28 мая ежегодно отмечают День пограничника. Это уже сложившаяся традиция, которую чтят как российские погранцы, так и на территории некоторых стран СНГ. Рязанские пограничники начали этот день с возложения цветов. Главные уборы снят! Колено преклони! Десятки пограничников склонили колено в честь павших товарищей. В годы Великой Отечественной войны все 485 застав первыми приняли удар врага. За более чем 100 лет существования пограничных войск свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 158 воинам-пограничникам присвоено звание Героя Советского Союза. Российская земля, Советский Союз, сегодняшняя Россия гордилась своими воинами-пограничниками, своими защитниками. Мы это помним из фильмов, на которых воспитывались, когда жили в Советском Союзе. Всегда мы гордились нашими ребятами, которые защищали наши границы. О Рязани тоже есть чем похвастаться. На площади Победы пограничник получил награду 25 лет со дня окончания боевых действий, а после возложения цветов. Это стало уже доброй традицией. Это было всегда, но так организованно мы начали это делать с 2018 года, со дня столетия пограничных войск Советского Союза. Это было общегородское мероприятие. В наше время пограничная служба ФСБ России решает многоплановые задачи, демонстрирует высокую эффективность и четкость действий по обеспечению пограничного режима, по защите интересов страны. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Послушать лекцию о здоровье сердечно-сосудистой системы и пройти обследование. Все это можно сделать не только в больнице, но и в городском парке. Мероприятие проходит в рамках недели здорового сердца. Сегодня мы пришли в лесопарк, но не для того, чтобы прогуляться или полюбоваться природой. Здесь, в Центре общественного здоровья, можно провести исследование своего организма. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие исследования можно провести вот здесь? Мы проводим измерение артериального давления, пульсоксиметрию и с помощью жироанализатора мы смотрим процент содержания жировых тканей. Прямо за столом нам предложили пройти пульсоксиметрию. Через секунду результат кислорода в крови 99%. Цитирую известного телеврача, это норма. Следом измеряют давление, а показатели записывают специальную карточку. С ней можно пройти остальные исследования прямо в лесопарке. В результате проведенных исследований все ваши показатели в пределах нормы. Спасибо. Ну, посмотрим, какие еще тесты здесь можно пройти. С заполненной карточкой здоровья двигаемся дальше. Рядом спирометр, которым можно измерить объем своих легких. И чудо техники – кардиовизор. По сути, тот же аппарат ЭКГ, только портативный. С помощью прибора можно пройти обследование сердечно-сосудистой системы. Эти аппараты появились тут в рамках акции «Неделя здорового сердца». Она проводится Министерством здравоохранения региона и Медицинским университетом. Цель нашей акции – это раннее выявление факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых, как основных, скажем так, в удельном весе, которые преобладают в неинфекционных заболеваниях. В 2019 году на такой площадке у посетителя выявили серьезные проблемы с сердцем. Его проконсультировал врач и отправил на лечение в больницу. Специалисты центра вспоминают, что после выписки человек приходил и благодарил всех. В этом году серьезных нарушений здоровья выявлено не было. О следующем дне проведения акции можно будет узнать в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Армейский конкурс «Авиадартс» продолжается. На прошедшей неделе штурмовики соревновались в дисциплине «воздушная разведка», а истребители бились в воздушной дуэли. За ходом сражений наблюдал Максим Васильев. Над аэродромом в Дягилево 4 девятки, или по авиасленгу «Прекрасная погода». А значит, на «Авиадартсе» время самого интересного. Но это только для самих пилотов. Выполнение боевых задач – настоящее приключение. Для зрителей же все банально. Взлет, посадка. Но даже в этом рутинном, казалось бы, процессе есть свои важные нюансы. Чтобы в небе летчика от задания ничего не отвлекало, сушку надо еще правильно подготовить. А это уже работа техников. Ростовчане – частые победители дисциплины «воздушный бой». И не в последнюю очередь из-за работы бригады наземного обслуживания. Времени подготовка занимает 4 часа. И независимо, конкурсная программа или обычный полет. Самолет всегда готовится одинаково. Подготовка всегда одинаковая. Но подходим с большей ответственностью к этому моменту. Надеемся, наши экипажи нас не подведут, выиграют. И мы их тоже не подведем. Воздушная разведка – один из ключевых конкурсов летной программы. Пилот знает только квадрат и количество целей. Что это за объекты, он должен определить сам. Молодой экипаж Су-34 из Челябинской области нашел не все. Необходимо было найти 5 объектов. Нашли 4. Сейчас пойдем в боевое донесение. И там узнаем, насколько точно мы определили координаты заданных объектов. На бумаге воздушный бой или дуэль – самая зрелищная часть состязаний. Но с земли, как это выглядит в небе, можно себе только фантазировать. Технически это выглядит так. Две пары истребителей, ведомые диспетчером, идут на сближение и делают резкий разворот. И фигуру пилотажа. Тут уже от класса летчика. Задача – зайти в хвост своему оппоненту, а затем произвести условный запуск ракеты. Кто окажется расторопнее, тот победил. За быстротой реакции следит специальная электроника. У ростовчан, по их словам, дуэль – это коронка. Шансов своим соперникам дончане пообещали не оставлять. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В понедельник, 24 мая, в Горьковской библиотеке состоялась презентация книги Виктора Порядина «Исповедь генерала контрразведки». Книга Виктора Порядина отражает целую эпоху – середины прошлого века до наших дней. Это мемуарное произведение. Автор рассказывает о событиях, в которых сам принимал участие, из которых сейчас уже снят гриф «Секретности». Виктор Порядина регулярно встречается с замечательными людьми, авторами тех или иных знаковых произведений. Но впервые мы представляем действующего в недавнем прошлом генерала контрразведки как автора документального серьезного исследования. В виде большой, фундаментальной книги, связанной со службой органов госбезопасности. Само по себе подобного рода издание уникально и всегда вызывает повышенный интерес у читателей. В этой книге я бы старался показать отношения к работе, отношения к стране, отношения к малой родине, отношения к своей службе, взаимоотношения с руководителями, взаимоотношения с коллегами по работе. Есть о чем сказать. Почему? Потому что я кроме основной работы, где карьера у меня сопутствовала, я от операуполномоченного в Рязани вырос до генерала в центральном аппарате, я еще очень много занимался оказанием помощи малой родине. Виктор Алексеевич родился в селе Грачевка Усманского района Липецкой области. Много лет он всячески поддерживает школу в родном селе. Он укомплектовал компьютерный класс, отремонтировал помещение под школьный музей, поставил на родине памятник невернувшимся с войной односельчанам. А в 2005 году помог землякам построить новую церковь там, где раньше была старая архистратига Михаила. В книге особое внимание уделено рязанскому периоду в жизни автора, который длится 17 лет. Здесь Виктор Алексеевич прошел путь от оперативного работника до начальника отдела, от лейтенанта до полковника. Название книги «Исповедь генерала контрразведки» было выбрано не случайно. Конечно, исповедь это тогда, когда человек кается в грехах. Мне кается в грехах нечего, но я подразумевал под этим названием именно написать так, как я воспринимал. Именно писать так, как я думаю. Именно писать так, как я мыслил. Именно писать так правдивую ситуацию, которую я прошел через этот период времени. И если, может быть, где-то я исковато что-то написал, но в целом, в целом, это было действительно так. В 1995-м Виктор Порядин был удостоен офицерского звания генерал-майора и был направлен для работы в правительство, во вновь образованную федеральную службу по сохранению культурных ценностей первым заместителем руководителя. Теперь у читателя есть возможность познакомиться с мемуарами почетного чекиста. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несравненные природные ландшафты, чистый воздух, природоохранные зоны с изумительной флорой и фауной. Солодчу, со всех сторон окруженную Мещурским национальным парком, знает каждый рязанец. Эти леса годами привлекают туристов и дают вдохновение великим писателям. С 1930 по 1954 годы Константин Полстовский регулярно жил в Солодче. В честь него названа «Экотропа», которая развивается с каждым годом. Сегодня, пройдя по тропе Паустовского, рязанцы и гости нашего региона могут увидеть ту нетронутую природу, которая дала жизнь произведениям знаменитого Мещерского цикла. Тропа развивается с каждым годом и 25 мая была дополнена мемориальной доской, которая увековечила память знаменитого писателя, журналиста, военного корреспондента. Еще один очень важный шаг сделан для сохранения памяти об этом удивительном человеке Константине Полстовском. Здесь, на фасаде поликлинического отделения, открывается мемориальная доска в его честь. Она установлена на здании, в котором писатель неоднократно бывал. Об этом можно прочесть в его произведениях и в личной переписке. Автор мемориальной доски хорошо знаком с творчеством писателя и при создании рельефного портрета старался отразить солодчинскую природу, включив в композицию сосны – основной узнаваемый компонент этой местности. С творчеством Паустовского я уже работал. У меня есть доска в городе, посвященная Паустовскому выступлению. У меня уже есть некоторый опыт в этом плане с образом работы. Любые нововведения на тропе Паустовского стали возможны в результате совместной работы творческих людей правительства Рязанской области, областного отделения Русского географического общества, жителей Солодчи, команде единомышленников, хранителя тропы. Кроме того, большой вклад внесла компания «Газпром Трансгаз Москва». Мы с большим, поверьте, с большим удовольствием откликнулись на призыв помочь, поддержать этот проект. Сделали это. И самое главное, что мы на этом процессе не ставим точку. Мы будем этот процесс продолжать. Открытие мемориальной доски прошло в преддверии дня рождения писателя. В следующем году ему исполнится 130 лет. Так что на тропе Паустовского появится нововведение. Сейчас уже установлены информационные стенды, создан аудиогид. В перспективе, конечно, планируется организация комфортных мест отдыха. Сама экотропа стала значительным важным первым шагом по созданию в регионе эколого-туристского кластера «Паустовский». Этот проект уже разработан. С реализацией этого проекта мы сможем создать уникальную территорию отдыха, которая будет в себе сочетать и образовательную, и рекреационную, оздоровительную функции, причем с высокой степенью подлинности. В этот же день все собравшиеся смогли пообщаться с туристами, которые прогуливались по экотропе. Москвичи, к слову, отметили, что Солодчин не уступает сейчас Кисловодску. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Об идее создания экологичных парковок в Рязани говорится много лет. Однако пока дальше дворов ее реализация не двинулась. И с одной стороны парковаться на зеленых зонах около домов запрещено, с другой стороны, куда же ставить автомобили у тех домов, где катастрофически не хватает парковочных мест. Чем дальше от центра города, тем страшнее. Так считают рязанцы. В микрорайоне Дашково-Песочни во дворах между домами, расположенными на советской армии, и на улице Новоселов развернулась настоящая зеленая парковка. На тротуарах вместо травы грязь, колеи и автомобили. Вот, пожалуйста, паркуйтесь на зеленой зоне. Хотя тут раньше, наверное, все-таки деревья должны были быть. А теперь стоят машины. И не только здесь. Они везде, по-моему. Здесь должна быть детская площадка, насколько я понимаю. Как известно, в Дашках и без того зачастую нечем дышать из-за выбросов с промышленных предприятий. А теперь еще нехватка деревьев компенсируется выхлопами автомобилей. Детям не остается не только места для игр, но и воздуха. Ну, я думаю, это, наверное, от этого плохо. Но никак не весело. Играть около машины и дышать бензином. Как сообщают местные жители, в некоторых дворах неподалеку удалось добиться выделения законной парковки. Здесь же на Новоселов 17 жильцы сами решили проблему. Я не знаю, как. Сами жильцы, они вот с того подъезда, ребята, вот с нашего подъезда. Вот они организовали, сложились деньгами, навезли вот это. Я не знаю, как они, по закону или без, но во всяком случае нам они не мешают. Засыпанная щебенкой парковка граничит с детской площадкой. Неподалеку красуется цветник, огороженный большими камнями, чтобы на растения даже не думали заезжать. Однако и эту идиллию рязанцы умудрились нарушить. Местные оказались бессильны перед организациями, расположенными с другой стороны дома. Если во дворе жильцы из ведерка скромно поливают цветы, то с обратной стороны, прямо под окнами, коммерсанты обустроили масштабную мойку. Я смотрю вот с этажа и смотрю, моют машины. И не один раз. Я видел сама, вот три дня назад мыли машину, моют машины. Представители магазина отрицают данный факт. А их клиент попытался объяснить, по каким причинам на тротуаре оказался его мотоцикл. Я не подъезжаю, подкатываю сюда. Мне нужно было его подремонтировать. Ну, закатывать-то можно, велосипед можно. Почему мотоцикл нельзя подкатить? Мотоцикл, как и автомобиль, считается транспортным средством. В правилах нет отдельных требований к его парковке. Но штрафы одинаковы для всех. Пока что это всего лишь тысяча рублей. Но для жильцов этого дома спокойствие выходит намного дороже. И для спасения своего оазиса они готовы подключить прокуратуру. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Облик города меняется стремительно. И даже пять лет назад некоторые улицы выглядели совсем иначе. Что и говорить о сотне другой лет. Какой была Рязани в 19-м столетии и в начале 20-го века, сейчас свидетельствуют лишь архивы и находки археологов. При проведении земляных работ на улице Есенина были обнаружены остатки фундаментов арестного земского дома уездной земской больницы, территория которой располагалась в этом месте. Построена она была в 1907-1910 годах по проекту архитектора Мейснера. Комплекс состоял из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Арестный дом предназначался для больных, заключенных и располагался на улице, носившей в те времена название Ряжской. Для историков и для археологов каждый год это буквально форум древних городов. Потому что то здесь, то там при проведении земляных работ, строительных работ в центре Рязани, в центре других городов Рязанской области, выявляются очень интересные подземные конструкции, остатки тех подлинных исторических построек, сооружений, которые когда-то существовали еще в губернских городах Рязанской губернии. Во второй половине 20 века практически все сооружения больницы были разрушены за исключением главного здания хирургического корпуса. Он до сих пор находится во дворах улицы Есенина. А также водонапорной башни, оставшейся от бани. Уцелевшее здание – редкие постройки в ярко выраженной форме модерна. При прокладке новой линии видимо теплоснабжения, которая находится за моей спиной, траншеи вы видите, обнаружили фундаменты из красного кирпича, который сложен не на цементе, а еще на старом известковом растворе. То есть крыльвет Сергея Васильевича Пасенкова, который первый это обнаружил, сразу понял, что здание какое-то историческое. Александр Дударев, администратор группы «Рязань», которую мы потеряли благодаря своему знанию архивных материалов, благодаря в том числе своду памятников монументального искусства Рязанской области, смог определить, что это за здание. Арестный дом – часть губернской больницы, где на излечении находились заключенные. Считается, что он был одной из самых ранних построек, и уже вслед за ним стали возникать остальные здания больничного комплекса. Поэтому здание, вероятно, было решено несколько в другой архитектурной стилистике, чем остальные постройки комплекса. До недавнего времени внешний вид арестного дома был неизвестен. Благодаря архивным поискам ранее получили фотографию из фондов, на которой мы теперь можем видеть, как выглядел этот дом не только в виде плана. Найденные же остатки здания сегодня определили еще точнее его место расположения на улице. И теперь на исторической карте Рязани на одну атрибутированную фотографию здания стало больше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 21 мая в Международном детском центре «Артек» состоялся всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Приехала к нам в деревню новая учительница Марья Семеновна. А у нас и старый учитель был Алексей Степанович. Все ученики к нему бегут, а Марья Семеновна стоит в сторонке. Он говорит «Бегите, когда Марья Семеновна?». На сцене Международного детского центра «Артек» школьница из Копина София Сеченова. Она читает отрывок из произведения «Нулевой класс» Юрия Коваля. Делает София это эмоционально, как будто вживаясь в каждую из ролей. Это отметили и члены жюри. Как результат, София стала финалисткой на всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Она поразила меня от своей какой-то такой отдачей, эмоциональностью, заразительной. Что в основе этой профессии, нашей профессии актерской, это способность заразить зал, заразить большую аудиторию. София прошла жесткий отбор. Из двух с половиной миллионов участников финалистами стали 15 человек. Юноши и девушки от 10 до 17 лет из разных регионов России и даже зарубежья. И каждый, как признаются члены жюри, талантлив. Оценки было выставлять очень трудно, потому что, опять же, как я уже сказала, мне кажется, что у всех детей есть эта возможность развить этот навык чтения, актерского такого чтения. После конкурса члены жюри признали, что были удивлены подачей чтецов. Выступали они совсем как взрослые, как студенты театральных вузов и актеры. Софии, например, в этом помог ее преподаватель. Скопинская школьница участвует не первый раз. И после победы признается, что рада тому, что прошла не сразу. У нее появился стимул, и она с каждым разом пыталась нарастить свои знания в творчестве. Путь к успеху – это когда ты уверен в себе, ты идешь и пытаешься не отставать. Ты всегда пытаешься все лучше и лучше себя развить. Я делаю это не ради победы, а чтобы развить себя, развить свои знания и становиться лучше в театральном творчестве. Расслабляться пока рано. Сейчас София готовится к международному суперфиналу конкурса. Он пройдет 19 июня в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Там ей предстоит сразиться с профессиональными артистами, звездами кино и театра. Валерий Седов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей смотрите на сайте телекомпании и в социальных сетях. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова